Приветствую вас! С вами Сергей Проходский, канал Процветок. Сегодня поговорим немного о современных садах, о экологическом направлении, о декоративных злаках. Если раньше были очень модные, популярные, пышные, красиво цветущие растения, сейчас, конечно же, они не теряют своей актуальности. Но в то же время появляются, все больше и больше используются, более природные, местные растения или те, которые подчеркивают колорит как раз-таки тех мест, с которых мы с вами и находимся. Декоративные злаки и называются декоративные, потому что в них и есть как раз-таки своя прелесть, своя красота, и мы ценим их за счет своей натуральности. Наиболее интересные, наиболее эстетичные они прежде всего во второй половине сезона. То есть это конец лета и осень. Многие из них сохраняют свою декоративность, каркас своего куста на протяжении всей зимы до следующей весны. Это тоже им еще один плюс. Злаки сами по себе могут быть очень разные. Низкие, средние, высокие, буквально от 10 сантиметров высотой, как некоторые овсяницы, и до 2, иногда 2,5 метров высотой, как веники и, допустим, мискантусы. Ассортимент на самом деле широк. Кроме овсяницы, малинии, щучки или луговика, те же веники, мискантусы и еще пару наименований, которые точно можно высаживать в садах. Важно, конечно, понять, как их использовать, где и с чем их можно сочетать. Среди каждого из этих представителей, которые я перечислял, будут еще выделяться и декоративные сорта, которые дадут разбежку как по оттенкам в цветении или в колоншении. И, кроме этого, некоторые могут иметь различные пятнистые листья или с полосочками, можно немного поиграть в композиции по сочетаниям. Как правило, в современных таких натуралистических посадках и экологических садах злаки стараются использовать крупными группами, куртинами, объединяя их сразу же по несколько десятков штук. Большинство из них на метр квадратный надо хотя бы несколько экземпляров, как, допустим, веников, там 5-8 штук на метр квадратный. Если мы будем говорить про более компактные, типа тех же овсяниц или, допустим, луговика или щучки, количество может быть и еще больше. Но именно так, потом, произрастая на этом месте, они будут смотреться более эффектно. И в этом есть их смысл. Кроме этого, помните о том, что наряду со злаками можно использовать и другие растения, которые будут их дополнять, и эта композиция будет смотреться более выигрышной. Ассортимент, на самом деле, тоже достаточно широкий. Можно использовать современные такие многолетники, как различные кровохлебки, лиатрисы и так далее. Как, соответственно, работать со злаками? Следует помнить, что большинство злаков – это, конечно же, светолюбивые растения. И для них необходимо подбирать участки, где солнца достаточно. Большинство из них достаточно засухоустойчивые и будут выдерживать как большое количество инсоляции, так и, соответственно, нехватку где-то влаги, нехватку дождя. Но некоторые, как, допустим, тот, как раз-таки, который вы видите перед глазами, вейник, наиболее полноценно раскрываются, как раз-таки, если будет хватать питания, будет хватать влаги и даже могут выносить некоторое затенение. В этом где-то есть плюс и возможность варьировать как раз-таки по местам посадки на участке. Ценность декоративных злаков не только в том, что они образуют хорошую пышную зелень, как этот мискантус, и не только в том, что они хорошо цветут и образуют классные колосси, как вейники, которые мы уже показывали, а также еще в том, что они очень классно держат свой каркас, не ломаются на ветру, под дождями и сохраняются в таком виде на протяжении всей зимы. Не стоит их обрезать осенью, как другие многолетники, как, допустим, то же, что мы сделаем с хостой, со стильбой и так далее. Оставляете эти злаки на зиму, они осенью, во-первых, приобретут, еще дальше, более поздней осенью, приобретут желтоватые соломенные оттенки, после этого в жестком таком состоянии уйдут в зиму, сохранят объем цветника и, соответственно, такими же выйдут к весне. Единственное, что помните, что ранней весной, не дожидаясь того, как начнут эти злаки просыпаться, как раз-таки необходимо будет взять в руки секатор или ножницы и жестко, низко обрезать. С учетом того, что злаковые вот эти травы, они возобновляются с корневища, то есть с куста, надо обрезать это до того, как они начнут произрасти из земли. Тогда в следующем году они вас опять будут радовать своими оттенками цвета зелени, осенью, соответственно, меняющейся гаммой, цветением и калашением. Спасибо всем за просмотр! Используйте современные многолетники, злаки, комбинируйте, пробуйте, получите хорошие классные композиции. До встречи на канале Процветок! Субтитры создавал DimaTorzok